В эфире «Давай поженимся» у нас невеста Роза. Иди, знакомься со вторым женихом. Здравствуйте, Роза. Это цветы для вас. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Вы мне очень нравитесь. И надеюсь, что это чувство будет взаимным. Ну, я тоже как могу. И спасибо. Нет, он нам тоже не конкурент. Все это ерунда. Как много у вас. Смотрите, какая группа поддержки. Это мой друг Саубан. Мой двоюродный брат Ильдар. И его жена Алсу. А друг женат? Тоже разберем. Хорошо. Давайте нас посмотрим. Алмаз. 43 года. Занимается организацией юбилеев и праздников в набережных Челнах. А также фото- и видеосъемкой. Учится во ВГИКе. Живет в студенческом общежитии в Москве. Мечтает снять фильм. Алмаза никогда не пугал штамп в паспорте. Он с легкостью мог сделать предложение уже на втором свидании. Но в двух скороспелых браках так и не обрел счастье. Надеется, что с Розой ему никуда не придется спешить. Как тебе, Вася? Для вас всегда целью будет та семья, в которой дети. А поскольку у вас уже есть сын от предыдущего брака, я думаю, что вы всегда будете много уделять ему внимания. Роза, ты должна это знать. Но меня смущает и высокая требовательность, классическая требовательность к женщине. Так что тут традиции все соблюдены. А вот что касается требований к мужчине, я думаю, что мы в процессе разговора выясним. То есть как он сам считает? Соответствует ли он классическим требованиям? А какие требования к жене классические? Надо исходить, что я из мусульманской семьи, и требования к жене тоже соответствующие. Какие? Супружеский долг вовремя выполнять? Естественно. Нет, давайте в этот момент поподробнее, пожалуйста. А то у меня Лариса сказала, что очень много работ. Нет, вы уже не поймите. Кормить, требует кормить. Обязательные завтраки и ужины, Роза. Ну это да. Я уже что-то откормила три года одного, понимаете? Я в семь часов стою, а он в десять. Я уже там полкнижки написала, а он давай завтрак. У меня, знаете, как-то вот эта вот привычка, она тяжело уже будет даваться. Смирить сможет быть. А что ж ты с больными руками, ты замуж собралась? Не с больными, а я это выполняла. А сейчас у меня это уже вот так вот. Ну это было с другим мужчиной. А теперь я хочу, чтобы мне завтрак, в общем-то. А кстати... Здравия. А почему мусульманского... Кто-то сказал, что именно мусульманская женщина, это вот пускай дочка у меня для своего мужа по молодости лет это делает, а мы с вами, извините, в возрасте уже. Но мне вот вернусь супружескому долгу. Сколько же надо в неделю? Потому что я правда много работаю, послушайте. А потом же вы будете меня и... А ты можешь печатать, например, рыб? Не могу. Прелюдия нужна. А ты с прелюдией? А потом? Почему нет? Не, ну на самом деле... А что она там напишет тогда, Лариса? А она же только про это и пишет, господи мой. По-свежему. Он подошел ко мне, я улыбнула. Лариса шутит. Скажи, три раза в день здорово будет. Лучше пять. А как ваши родители отнесутся к тому, что взрослую женщину приведете? Не родит вам? Ну, надо начать с того, что... А вы, наверное, хотите еще детей в новой семье, да? Или нет? Ну, один сын у меня есть, конечно, хотелось бы еще и девочку. Ну, девочка у нас уже есть. А слушайте, Саубан вас зовут? Да. Глаз не сводите с розы. Глаз прямо сидит, облизывает. Я заменю. Сколько лет вам? 47. О, кстати, тоже разведеныш и по возрасту ближе. Ну, не хватит облизываться, неприлично уже. Что у вас там под столом? Что вы все время туда спите? Что вы там елозе? Что там такое? У вас кошка, что ли? Нет, не кошка. Просто я не смею, что... Я хотел тоже баллотироваться в женихи. А-а-а! Такая секунда женщина. Я вот... Спасибо. У меня язык сплетается. Татарша филисинка. Филисинка или татарша? Татарша мекинбуса. Ага. Существующий человек от Хильдена. Посмотри, прямо мимо жениха. Сейчас сломает декорация. Сейчас смешно. Да, я очень хорошо знаю. Меня учила бабушка, но сейчас я очень отняла. Спасибо большое. И я буду проводить. Ой, спасибо, спасибо. Я бы смущалась. А я на том, что у вас так глаз горит. Роза, так у нас два жениха. Смотри, не посмотрела, что друг его баллотировался первый. Вот тебе проводи друга. Вот тебе и татарша дружба. Да. Вам нравится Роза? Очень, ну, я уж не смею. Такая шикарная женщина. Женщина, это для меня, наверное, не наступно. Боже, как это мило и как это приятно. Так, немножко поменяйте свои места. А почему бы и нет? Нет, не надо ничего двигать. Саубан, вы не боитесь, что вы после программы врагами расстанетесь, нет? Вот, привел друга. Ну вот и все, ты себе перекрыл дорогу. Где вы живете? Я живу в Татарстане. А если вдруг, переедете в Москву? Если вдруг, это будет для меня чудом. Ну, конечно, переедом. А с чем переедете? С чем переедете? Я занимаюсь творчеством, пишу песни, пою, играю на баяне. Приданное, приданное какое? А, приданное. Я тоже какое у нас? Я думаю, сначала любовь, а материальное на втором плане. О, тогда понятно. Ну что, парни, если вы приготовили какой-то сюрприз, давайте, Роза, посмотрим. Ну, мне для моего сюрприза как раз понадобится помощь Саубана. Пожалуйста, Роза, с удовольствием. Народная песня «Дубр дубая». Аплодная песня «Дубр дубая» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А татарский танец учить надо Спасибо, хорошо поете Вас можно проводить Большой рахмат вам, проходите, пожалуйста, в свою комнату Аплодисменты Ну ты учудил Ничего себе Рые в кустах Как вам женихи? Хороши Так у нас соседи, наверное, будут ругаться Что мы тебе пляски целыми днями будем устраивать в доме Почему? А что, в браке обязательно пляски, что ли? Да, конечно Не, ну если праздник какой? Конечно, обязательно Артурчик, как вам? На самом деле, да, парень действительно красивый, приятный Ну мне кажется, опять-таки, да Розе не нужен мужчина откуда-то там С Казани, с Челнов, либо еще откуда-то Потому что по-любому здесь возник вопрос Либо ты ко мне приезжай, либо я к тебе приезжаю Тем более там общие дети Ну никак Розе нужен мужчина именно тот, который, ну не знаю Либо живет уже здесь, как бы, да Ну, с корнями уже, да Смотри, практически член семьи уже Так Смотри, как прям Молодец Нет, ну так и есть, так и есть А так же Оно ясно Понятно, как бы, да Там уже дядь заправляет Да, да Типа там, ты должен быть с квартирой в Москве, понимаешь? Да, да То есть, если ты не с квартирой в Москве, значит, ты уже не кандидат Человек еще будет учиться Значит, соответственно, он не сможет выделять мне достаточно времени А мне сейчас нужно именно достаточно За мной сейчас надо ухаживать Мне надо сейчас и завтраки, и обеды, и ужины И для меня нужно Потому что я в такой ситуации нахожусь Они ко мне пришли, в общем-то, свататься И поэтому я сегодня выдвигаю условия Сейчас у нее такой период, когда ей нужна помощь Ты готов? Ну, а почему нет? Знаешь, сегодня это период, а завтра это постояться, понимаешь? Не привычка Алмаз не твой мужчина Он очень серьезный, очень положительный, очень хороший Но я боюсь, что с таким ты точно от скуки завянешь Он все будет делать внешне, как бы, правильно Но он, правда, будет себя спрашивать слишком сурово В него надо сейчас вкладывать, как в свою работу, силы Я согласна с тобой, что у тебя сейчас не то, что такой возможности нет У тебя нужды в этом нет такой Поэтому сложно представить вас вместе Слушай, а у женщин гаремы бывают? Как вы согласны? Мы не знаем, выйдет Роза одна или с избранником Я приглашаю всех выходить Давайте Розу поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Ура! Браво! Ваш! Браво! Молодцы! Теперь он был мой Я, честно, необыкновенно рада, Роза Я, правда, искренне, искренне рада Вы светитесь оба АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну стоит послушать все-таки ведущие Послушаем меня Сегодня Роза вновь попытала свое счастье и выбрала Дмитрия. Будем надеяться, что у нее все получится. И искренне желаем ей этого. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, выполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся.